старая пластинка это вот такой черный диск даже еще не виниловый сделаны из очень хрупкого материала которые часто били сломались они ставились на граммофон или на патефон такой как этот плавно опускалась головка с иглой мы и когда-то называли мембрана чудо из этой коробки лилась а а а а а а а а а те кому сейчас 20 лет практически понять этого не могут поскольку кроме компакт диска они ничего не видели для них магитофонная кассета это уж старина а уж патефон тем более на уровне первого паровоза ну так вот те зрители которые держали в руках такие пластинки недолго играющие заметьте а на 78 оборотов я думаю будет приятно вспомнить свою молодость но молодым тоже не мешало бы узнать что слушали их деды они между прочим под эти пластинки плясали не менее лихо чем нынешняя молодежь которая отрывается в ночных клубах и дискотек под компакт диск а а м а а а а Вот в этой комнате у меня есть какая-то всячина, столько старинных штучек. Но это не антиквариат, за которым гоняются люди с большими деньгами. Каждая из этих вещичек пришла ко мне своим обычным или необычным путем. И для меня это составляет большую цену. Вот этот альбом со старинными фотографиями я купил за 40 долларов. Ну что такое 40 долларов? Практически это два бюстекса и бутылка водки. Так я выпью эту бутылку водки в следующий раз. Зачем мне альбом с фотографиями незнакомых совершенно мне людей? Да я и не знаю. Только я готов часами сидеть и рассматривать эти фотографии и придумать биографии этим людям. Вот отец с сыном, что с ними стало. Вот известный петербургский фотограф у пяти углов. Что где-то есть? Пяти углов. На память 25 мая 1922 года. Субтитры создавал DimaTorzok Ну а такого собрания старинных пластинок, которые есть у меня, я думаю, нет ни у кого. На братьям ВИЧ, конечно. Я эти пластинки покупаю везде, где только увижу. Многое мне дарят поклонники моего творчества. Вот этот железный ящик поднят со дна моря. Какой-то белогвардейский офицер, уходя из Крыма в 21-м году, увозил в этом ящике не золото и бриллианты, а пластинки. Те самые старые пластинки, а тогда вполне новые, с записями исполнителей цыганских романцев, шаляпина и других. И я горжусь этим ящиком. Впоследствии потомки этого белого офицера, живущие ныне в Канаде, подарили мне этот бесценный экспонат, этот несгораемый суд учебный, заполнив предварительно его старинными пластинками. Из-за тех, кто сердцу миру, чтобы Господь их сохранил. Пускай теперь мы лишены Многие эстеты, побывав у меня в гостях, уходили, поджав губы, приговаривая, ни вкуса, ни стиля у этого гулько. Понамешано всего здесь балалайки, патифон, самовар, канадье, шум и гам и тишина. В ответ заявляю всем, каждая вещь в этом доме мне очень дорога. Стоит она три копейки или тысячу долларов. А стиль этот, объявляю, стилем гулько. Мне лично он очень нравится. Про любой предмет из этой комнаты я могу рассказать историю на три часа. Вот, к примеру, аккордеон. Вы когда-нибудь видели что-либо подобное? Вы знаете, откуда он? Из Румынии. Как он ко мне попал, рассказывать не буду. История слишком длинная и слишком детективная. Одно могу сказать. Ни в каком музее пропавших он не числится. Хотя вещь уникальная. Этот аккордеон сделан в единственном экземпляре. И для кого? Для ансамбля Петра Лещенко. И играл этот аккордеон в ресторане Петра Лещенко в городе Бухаресте. Опять же, какой-нибудь эстет, взглянув на этот инструмент, скажет, боже мой, какая бескусица. А я скажу, веселая, красивая вещица. А тем, кто собирается меня ограбить, сообщаю, что это не бриллианты. А что у меня еще есть? Это вот альбомы. Подумайте с фотографиями. Нет, ошибочка вышла. Это опять же альбомы пластинок. Тех же старинных пластинок. Давайте поглядим, что же здесь у нас. Опять Петр Лещенко. Альбомы пластинок. 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 Холодной темной ночью Забилась сердце дрожью Я потеряла любовь свою Сын мой оставил меня одну Любимый мой сыночек Забыл ты маму свою Тебя молю я Верни покой мне Любимый сын мой дорогой Бедное сердце мамы Тихо стучит в груди Бедное сердце мамы Ищет покой в тиши Доктора не зовите Сына мне возвратите И хоть один часок побыть Как тяжело мне жить Тихо стучит в груди Тихо стучит в груди Этот ящик, эти прекрасные альбомы, эта полка будут служить нам вдохновением в наших последующих встречах. Итак, взяли пластиночку с полки, поставили на патефон, опустили мембрану. Итак, до скорой встречи в следующем программе.